всем приветики 29 апреля картина за окном совсем не радует плюс 2 градуса снова шел снег зато радует картина дома гляньте как разрастается расцветает много-много от цветочков на фиалочке вот еще одна розовенькая и вот это вот тоже бутоны висят такая вот она красивая с ободочком так что же 3 фиалочки меня радуют я фоткала эту не нужно размеры 64 тысяч 64 68 я к тому что заходишь как на уши подсядут у нас женька с одним диваном я зависла стою не могу отвязаться на потом ушли там другой диван хотели посмотреть ну за рулили посмотреть там уже мужик женьки подсел на уши я уже вы их не отгоняйте от себя спасибо я всегда спасибо не надо если надо я позову ну как-то в этот раз не получилось я ненавижу когда нет а я пару раз девчонки сказала женщине она как-то ну лимона за не а я вам другой покажу а у нас такая есть хотите вам разложу хотят я помню да я когда покупала подожди чё покупала а кресло как раз везло это вот кровать она и лежала на этих диванах она открывала при беде демонстрировала все 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 диваны там их присядьте вы ляжете вот так и наверное эти может проценты да я помню у ляжется самов да вы сядьте попробуйте да 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 это жесткий этот мягкий это все она прям так хотела расстелить а вы знакомую когда-то возили а не надо было унитаз купить и она полегает петок стыдно было она стала садиться на унитазы примерять как и как и удобно на нем сидеть на покупку на покупка дорогая унитазы извините они не прикреплены там же так можно хрукнуть там же вроде говорится что она я тоже там было но как бы не пофиг садится и садится потом вышли коля я сдал бы я бы ее не помез я весь со стыда чуть-чуть не сгорел как она на этих унитазах сидела а бывают низкие еще унитаза может она еще и садится понимаешь какой он там будет тебе высоко низко хорошо что не пробовала как булькает мне садится иногда на диван-то как-то не очень ну знаешь ну одежда верхняя там диваны чистые думаешь как-то не так ленка все соблазнительно так подумаешь но не можно было купить диван но во первых нам размер не надо а во вторых я там уже ехала башка болит мне не до дивана было я так лежу говорю сижу в машине я думаю но какой диван надо ремонт вот и купишь диван новый опять это все двигает это все укрывать зачем сделал ремонт купил его ну да то есть когда в таком по порядке да по порядку что спешить не надо мне диван не хочу стоит и стоит ремонта нет диван уже старенький под ремонт даду пусть если ремонт на думаете делать все новый диван выкинете а потом вы делать ремонт он бы конечно а потом за поливом а так мы будем новый двигатель туда-сюда сыратирую каркану ну конечно не знаю чё когда как разродиться мне ремонт для меня это сложно так нам сразу две комнаты дело ну как бы не сразу 2 а или косметический а там другого не получится если делать не косметически такой надо во-первых много денег а во-вторых если сделать хороший ремонт по которой женька там хочет во-первых много денег во вторых уезжать и жить другом месте ну невозможно будет делать такой ремонт дышать пылью все хочет там тут кладовку заделать сделать с другой стороны вход ну например там играют как мод что там пыль везде залезет ну куда если при таком он штробил там помню проводку менял шкафы все укрывали это как-то пыль на были везде на такая зараза на я задрюкалась потом а там вку в комнате то ладно делали все укрыто было в коридоре он тоже проводку менял укрывали пакеты все это вешали лена я потом все это убрала когда это я зашла в комнату но потом не нажила и все картины все мыло все все шкафы и вот это все равно все забыли залетела приходишь пыль с тобой слушай ну вот это вот ощутимо смотри белка особенно 3 футбол с первой ну вот видишь это когда реальные люди пишут я откуда узнала для сыворотка это для роста ресниц девчонка которая в рубеже у меня она попросила там не в албереса ничего вообще нет купить им не возят закажи пожалуйста мне и посылку собирался чуть и купили но вот такую штуку эту ресницы что-то такие и что ты говоришь я спросил она мне она меня попросила купить или что такое бывает она ли да я уже до этого пользовалась и девчонки знакомой помогает ну то есть ей понравилось она я ей заказал и себе заказал она во первых она и ресницы не укрепляются и становятся гуще и она работает короче а я когда ходила наклеивать ресницы вот эти там наращивать один раз тогда и она мне сказала что она мне их начала мыть и она говорит а плохо моете ресницы а я как плохо мою я умываюсь мыло мою то есть ну как обычно ты же просто как ты можешь тоже селезь яркой водой редко умываю все лицами водой у вас я митилярный митилярка тампончиками тампончиками покорать когда мы даром я живу днем у вересец один ну как вы сняла и сняла а как можно отдельно еще ресницами не знаю как я их неправильно я думаю может что они любят эти косметологи поумничать если ты заказал от каждой ресничкой дорожать там какой помыть как брокку помыть я-то смотрю у меня так помыло ничего там на ростах нет никаких тем более если ты моешь водой это вообще отлично смываешь я водой смыла мою я что-то эту хирую не покупала нет они раньше тоже так умывалась а потом кожа сухнет сильно поэтому я стою минилярка а подожди она что тушь снимает что-то без мыла без мыла и не размазывается да или как 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 сначала я так и чуть-чуть подразмазалась у нас раз там вторым до бочек а уже домыло ясно было не не хочу а она мне какую-то щеточку подарила и мне щеточку дали когда я ходила это один раз я ходила ламинировала ресницы не хочу больше и у меня кстати вот это и выпало несколько думаешь из-за этого после этого я тогда ламинировала на мне покрасила но я не увидела разницу они как были мне даже кажется мне были сильнее закручены она закода ламинирует на бигуди и она не к цик даже выпрямила чуть-чуть и все может быть вот так то не ровнее так то такая немножко так а так прям она ровная быстрый эффект короче тебе эти полторы тысячи заплатить жалко мне это не ногти но у ногти поддержатся всех кто дело видно глаза не поймешь нам что было не было короче понятно а мне какая-то щеточка но я ей не могу но нам нет эту щеточку для наращенных ресниц типа делаешь пенку этой щеточкой такая мягенькая мягенькая пенку и их там чуть-чуть типом я должен какую-то щеточку она как в тушь вот у меня такая тоже вот для расчесывания до расчесывать она не подарила только я ничего не делала на это так что купить эту херню посмотреть что будет с этим я вообще в отпуске когда в отпусках схожу я же не крашусь специально чтобы они отдыхали но там подросли ну знаешь там это я думаю да не трещит кстати вот можно в отпуск если не красится вот этой херней мазать каждый день да 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 и тогда как то там потом как накрасишь вверх гонять ветер в разных книгах пишется по-разному тут вроде бы пишется масло можно тебя все можно масло папа когда лежал в больнице эти каши делала летом я тебе туда кусочек масла в каждую тарелочку маленькие яйцо я тебе целое терла в кашу ложку варенья ложку сметаны ты все это ела а сейчас это от того отказалась от всего так ты вообще ничего есть боли едят ма боли у тебя независимо от того что ты ешь разрешено но вот это мы возьмем с собой это я тебе все собрала но это мы с собой чтобы мало ли почитать вспомнить мясо птицы тем можно может корочку деревенскую можно будет ложись давай сейчас это укол сделаем я тебе покажу вина там вещи новые манаси с худея тебя или какая как ты она после операции она вообще она делала вчера пальто и стоит в этом пальто как клоуна но на ней все висит она стоит смеется году это широкая на она похудела в ужас она съесть всякую тюлю и худеет но так вот и похудела ну да серафимовне привет тебе при николаю николаю привет да ну чувствует вам обычно такой вопрос отвечает да еще чувствую как она чувствует себя чувствую но плохо сейчас я только пришла сейчас побуду мы тут с ней кое-что разберем и приеду соскучился никогда не звонила тут посадка будто он не значит каждый раз после работы еду к маме это где я еще могу быть вот так смотри вот эта кофта новая абсолютно новая смотри какая ну все будешь мерить смотри я тебе все оставляю вот такая кофточка потом это я в шкаф положу тут это шапка ты такой не будешь потом вот такой вот свитерок если ты его будешь носить я его поглажу буду буду вот видишь как он тепленький мягонький мягонький она похудела что вообще на нее не мокрая не мокрая в машине была холодная все холодная так вот такая я такую бы носила если бы нам не подошла я люблю такие полосатенькие но она маленькая она маленькая что-то себе выберешь я так думаю ты мне как-то спрашивала на лес лена у тебя нет шорты я нет у меня шорты тем более на тебя я не знаю правда куда ты будешь ходить в такие вот маленькие шорты если что-то тебе не подойдет все складываю туда в шкаф с собой ничего не буду забирать я уже все упаковала вот может Дунька потом поносит подрастет вот такая вот тоже маечка красиво короче если что-то не подойдет все этот шкаф а вот это ты конечно не будешь носить я думаю Дуняшка дорастет она красивая но куда ты его синтетика она маленькая да это просто да да она без рукавов это я думаю Дуняшке подрастет красивая вот так что вот так ой спасибо ей большое а я ей твою футболочку что это подарила вот эту беленькую отвезла вот пятка грыз в тебе купила я батарейки это мой но я им практически не пользовалась я другим пользуюсь а твой уже сточенный камень а у меня камень он острый тебе лучше твой уже такой твой я забрала в деревню уже мы там и оставим а ты хочешь оставлять себе мой да у меня кожа сухая батарейки новые будет прям ух с тебя сдирать шкуру я не знаю вот это наверное не надо 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 все вот это я тебе оставляю потом ты спрашивала пенталген гель можно потом вот я взяла с дома я тебе намажу попробуем если он тебе поможет то сейчас я целый день лежу но ничего это когда я ухожу я положу в тумбочку если вдруг я приду тебя болит ты скажи Лена давай попробуем намазать болит каждый день с утра ну вот когда будет болеть хажешь а вот к этому времени проходит ну потому что ты расхаживаешься ну и все больше у меня для тебя ничего нет окажется ты штаны когда приду штаны твоей спортивки придут дня через три наверное ты говоришь я забыла я сама сказала вот хорошо штанам эти а вот футболочка штанам да потому что я посмотрела сейчас в Воронежской области днем 20-22 но это не жарко для них ночью там 10 утром встанешь прохладно надо что-то такое с рукавчиком брать и без рукавчика поверю посмеюсь я тоже да ноги красивые я помню ноги товарищ у меня ноги некрасивые я когда начала понимать что я расту я подошла к зеркалу смотрю у меня ноги кривые ну кривые как у Аллы Пугачевой вот так вот буквально я такая думаю у людей это ноги прямые думаю ну наверное с возрастом пройдет думаю наверное может я подрасту и у меня ноги выпрямятся я отец спрашиваю ма а у меня ноги выпрямятся потом ты говоришь да нет уже такие останутся я так расстроилась я помню на физкультуре прыгаем там что-то мальчишки в одной стороне а мы в другой нам что-то там какие-то прыжки и пацан такой с класса я прыгаю он меня дразнит вот так ноги взял сама ты такая я до всю жизнь запомню не скажешь они прям совсем кривые ну не прямые есть же такие стройные у тебя вот хорошие ноги да все равно ну как вот вот как-то не так ну короче говоря я смирилась чтоб у тебя уже такие ноги какие есть такие и есть так пойду отнесу на кухню там записка ну ты с ней приходи и я тебе объясню ну одно я уже поняла почистить мою кастрюлю это вот эту да а ей лет двадцать ну она хорошая ты ее любишь да да ну поговорить будет она сама все будет буду смотреть да я ее прокипячу она все отойдет я ее в большой кастрюле я заберу ее домой прокипячу и она все отойдет будет тебе нормальная кастрюля а ты взяла вот эту бумажку ну вот твоя бумажка список почистим почистим мяса нет но среда скоро завтра вторник на вторник у меня есть тогда я разделила пополам гречку и мясо и положила в каленку тогда я тебе приготовлю завтра принесу в среду чтоб тебе было на четверг да короче мясо сегодня не буду готовить завтра буду готовить зиртек пенталгин и пензетал ну передай спасибо Леночке передам скажи скажи все понравилось ну поверишь потом что там как то там так ладно давай до завтречка все пошла я дома и вы не поверите что я сейчас буду есть несмотря на то что в холодильнике полно разной еды первое второе котлетки рыбные ну все есть а я буду есть дошик прямо как беременной захотелось не могу сейчас еле дожидаюсь пока она расквасится я не люблю когда дошик такой наполовину сырой я люблю когда он хорошенько запарится он стоял под крышечкой сейчас открыла помогаю вилочкой чтоб быстрее размягчился и сейчас я его съем с превеликим удовольствием точно воробье а че я отсюда вижу да я думала вот эти которые с хохолками прилетели ага да воробушки так много их Маська наблюдает Мася коса Мася ооо ты коса Мася а ты коса Лиса вкусняшку давать конечно заскочила сижу в наушниках слышу что то сзади меня происходит я думала это кошки это не кошки это Мася играет со своим хвостом Алиса за ней наблюдает а такая классная игрушка Мась как его поймать этот хвост убегает убегает а хвостэ хвостэ иди сюда ммм ммм что с этим делать с этой проблемой как его решить как этот длинный хвост поймать смотри смотри на него ну вот вот как смотри Лиска своим хвостом не играла что у Лиски такая коротышка где-то хвоста ну вот а у Васи как раз хвост создан для игр да Васечка играй играй что ты на камеру смотришь она за тобой подглядывает хвост его хочет собрать ой 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 сама себя разлит хвостом ну кошек же хвост своей жизни живет она ж не специально крутит его то есть у него сейчас игривое настроение хвост сам по себе крутится да ой 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 чудо на работе связала дома оформила вот такие вот два яичка то есть это комплект такой ну по задумке да большое яичко и поменьше маленькое вот такие вот двоичка такой маленький подарочный наборчик у меня получился у кошек вечерний жор мышки по всей квартире валяются таскают их хищники же конечно да хищники ладненько все видео буду заканчивать завтра выходной послезавтра выходной всем пока всех люблю конечно же до новых вот Продолжение следует...